Добрый день, дорогие друзья! Это Prima Media Live. Мы в прямом эфире. Время, когда Советский Союз был самой читаемой страной, читающей страной в мире, к сожалению, канули в лето. Теперь Россия далеко не лидер среди читающих государств с библиотеками. В этом плане ситуация тоже не радужная, интерес падает, и конкурировать библиотекам с новыми информационными технологиями зачастую не получается. 1 октября 2013 года неожиданно для многих, прямо скажу, в городе Владивостоке исполняющим обязанности директора Владивостокской библиотечной системы был назначен Сергей Соловьев, бизнесмен, рокер, музыкант. Сегодня он у нас в гостях, и мы поговорим про будущее Владивостокской библиотечной системы. Есть ли оно это будущее? О проблемах, о направлениях развития. Спасибо большое, Сергей, что пришли к нам с ним поговорить. Как так вот получается, что успешный бизнесмен, музыкант становится библиотекарем, назовем это так. Что это такое? Это бизнес-проект, либо способ доказать себе что-то кому-то? Зачем успешному бизнесмену муниципальной библиотеки, потому что одно словосочетание муниципальная библиотека наводит сразу такую тоску. Что из этого словосочетания навевает тоску? Муниципальная или библиотека? Ну как-то вот в последнее время библиотека у многих ассоциируется с тюлью, тюлем на окнах. Кактусы и кошечки. И куда? И вот, так оно и есть на самом деле. Владивосток не единственный город, где все вот именно так. Оно и в Москве, и в Ленинграде, и в любом другом российском городе чаще всего именно так. Но есть прецеденты, есть конкретные случаи, когда ситуация меняется. Самые громкие изменения сейчас происходят в Москве. По большому счету из-за того, что они активно пиарятся в информационной среде. Но ничто не отменяет того факта, что, например, прекрасная библиотека есть в Иркутске, замечательные библиотеки есть в Санкт-Петербурге. В любом городе можно найти приличное библиотечное пространство. Да, далеко ходить не надо. Одна из первых удачных проектов в области библиотечной организации в Авгуэсе произошла. Потом уже появилась фундаментальная библиотека ДВФУ, но сразу все как на экскурсию ходили в Авгуэсе. А вот что такое удачная, хорошая, достойная библиотека современная? Да, я думаю, что тут надо определиться в терминах, прежде всего. Потому что не случайно ты назвал муниципальная библиотека. Потому что есть на самом деле отличия. Есть там государственные библиотеки, которые чаще всего являются такими методическими центрами, несут основную нагрузку по сохранности литературных памятников, региональных, локальных или просто редких изданий. Есть библиотеки научные, которые чаще всего это ведомственные, либо вузовские библиотеки. Есть библиотеки общественные, коих у нас нету, хотя раньше была у библиотеки Фадеева, это библиотека профсоюзов. Есть библиотеки муниципальные, которые в большей степени несут функцию таких вот локальных очагов культуры в микрорайонного характера, районного характера, ну, либо городского. Потому что есть, конечно, прекрасные центральные муниципальные библиотеки, которые всегда являются локомотивными, знаковыми зданиями. Их просто больше всего. Ну, например, вот государственная библиотека имени Горького у нас одна, а муниципальная библиотека у нас 23. Они все небольшие, понятно, что их задача это иметь актуальный и минимальный набор литературы, который смог бы устраивать жителей того или иного района, где эта библиотека расположена. Но понятно, что вот в современных реалиях, в современной действительности быть только храмом искусства и книг с кучей ДСПшных стеллажей и ковровых дорожек между ними, ну, глупо и неправильно. В современном мире подобного рода учреждения должны быть, ну, конкретными культурными, общественными центрами районные, которые легко могут трансформироваться из библиотеки, коей все равно будет оставаться и как основное предназначение этого учреждения. Любые мероприятия, которые могут здесь понадобиться, да, будь то встреча с интересными людьми, общественной дискуссии, либо просто сбор активистов дома или района по той или иной коммунальной проблеме, заканчивая детскими курсами по подготовке домашних заданий, курсами английского языка каких-то, да, вплоть до того, что там может быть даже организовано рабочее пространство и, ну, обязательно наличие интернет, какого-то технического обеспечения, чтобы можно было воспользоваться. Ну, и понятно, что это связано с тем, что и архитектура не стоит на месте, дизайн помещения не стоит на месте, материалы уже совершенно другие можно использовать, совершенно не обязательно делать какие-то гламурные, там, псевдо-еврокитайские ремонты, можно обойтись более, если не примитивными, то актуальными, да, дизайнерскими решениями. Примолистичными. Я уже много раз этот пример приводил, но я, так как аудитория сейчас шире, да, вот не применил возможности сказать, что современная, универсальная, ну, универсальная, потому что есть еще детские, там, какие-нибудь именные, креативные библиотеки, которые можно было выделить. Но вот универсальная библиотека, которая может легко подтрансформироваться в современных условиях под любую задачу, она должна выглядеть, как вот, ну, придорожный американский туалет. Не потому, что он зачуханный и грязный, а как раз наоборот, потому что он сделан таким образом, что он 10 лет будет стоять без ремонта и совершенно спокойно может эксплуатироваться в очень жестких условиях, с большой проходимостью, с большим количеством людей, с большим количеством мероприятий. Нам не нужны в данном случае, там, кафельные плитки, дорогие ламинаты, нам нужны хорошие наливные полы, пластиковые стены, которые легко моются и которые не плесневеют. И самое главное, это хороший свет, увлажнители, чтобы книги и атмосфера в помещении сохранялась именно в том режиме, в который нам нужно. Ну и, понятно, технические средства, это интерактивные доски и компьютерное обеспечение, ну, все, что нужно нам в современном мире. Число 23 библиотеки в городе для Владивостока в настоящий момент, вот с настоящей ситуацией в библиотечном деле, да, желанием людей ходить в эти библиотеки, может, это много? Может, продать половину, а остальные там 12-10 сделать действительно хорошими библиотеками? Ну, это не так сложно, вернее, не так просто, на самом деле, продать, как это многим кажется. И во многом, именно благодаря особенности нормативной базы российского законодательства, мы эти 23 библиотеки смогли сохранить, несмотря ни на какие 90-е, и несмотря ни на какие наши политические коллизии. В соответствии с законодательством Российской Федерации, отчуждение, перереформирование или реорганизация библиотеки, будь то она муниципальная или государственная, невозможно. А возможно, это только в том случае, когда происходит аварийная ситуация, и в результате там чего-нибудь здание разрушается, ну, и продолжать эту деятельность невозможно. Именно так я вот и предполагаю, почему сейчас вот библиотека, которая у нас на Светландской надальзаводе находится, да, в таком состоянии, что она в какой-то момент рухнет, и на месте ее вдруг возникнет там что-то, ну, извините, в библиотеке здесь быть не должно, хотя здание исконно было отдано под библиотеку. И то, что их 23, нет, существуют нормы, существует законодательство, существуют определенные методики, по которым рассчитывается количество человек, на душу населения и прочее, прочее. Они есть, и мы тут вынуждены в рамках этого существовать, и понятно, что, может быть, при первом впечатлении кажется, что все равно в них никто не ходит, чего их столько держать, вот разогнать бы, и вот оставить несколько красивых, которые спокойно играли бы на рейтинг, куда мог приходить бы глава или какой-нибудь ведомственный чиновник и говорить, вот наша библиотека, вот тут много всего, сколько книг. Может быть, оно и в какой-то степени верно, но я считаю, что есть библиотеки, которые действительно находятся под вопросом. У нас несколько библиотек просто находятся в совершенно адских и ужасных условиях, и люди, которые в них работают, им доплачивать нужно за вредность, потому что расположены эти несколько библиотек у нас в жилых квартирах, домов, построенных по старым хручевским проектам, находятся они в цокольных этажах, то есть это, чтобы вы понимали, цокольные этажи, не приспособленные для размещения коммерческих организаций, а для жилых квартир. То есть люди заходят в них через подъезды, они не оборудованы дополнительными запасными выходами, узкие проемы, не то, что инвалид туда зайти не может. Ну, кстати, инвалид не может зайти ни в одну нашу библиотеку, потому что ни одна библиотека не имеет возможности работы с маломобильными группами людей. То есть это вопрос вообще животрепещущий. Но вот как минимум три библиотеки у нас есть, но просто которых у нас быть не должно. Мы будем делать все, чтобы эти библиотеки были сданы в муниципальные собственности, пускай эти квартиры лучше очередникам дадут, потому что ни детям там заниматься, ни взрослым людям это и небезопасно, и просто это. Не должно быть там в современном мире таких библиотек. Мы будем искать им помещения лучше, больше, удобнее. Но таких библиотек мы постараемся вывести, ну, как минимум, как помещения. Сами библиотеки мы будем в этих районах оставлять. А то, что их 23, я считаю, что это благо, потому что я вообще считаю, что качество библиотек, их количество прямо влияет на самый главный результат, на количество читающей публики. И если ставить каким-то проектом, ну, как вопрос, почему я пришел, ну, просто интересный проект получился. Это не значит, что я ничем больше другим не занимаюсь. Конечно, то есть я имею отношение и к проектам, которые осуществляются в рамках моего прежнего рабочего места, от этого не уйдешь, и на гитарах там поигрываешь уже, как хобби, никуда от этого не денешься. Но как проект сделать Владивосток самым читающим городом Земли, самым литературным городом Земли, это для меня очень интересно. И понятно, там была такая спорная там еще ситуация, я имею в виду не спорная в плане сомнения, а вот в качестве такого пацанячьего спора, типа, мол, а что, не сможешь, что ли? Ну, как-то было стыдно сказать, что не смогу, а я попробую. Ну, вот я вот пробую. Не все, конечно, сразу получается. Понятно, что сначала и радужные очки были, и все сложнее, но это, как говорится, а мы крепчаем. Так вот, количество этих библиотек, тут тоже я этот пример привожу всем направо и налево, но я не могу от него отказаться, это вот классический, для меня это уже классика, хотя я был в шоке от этой ситуации, так называемый исландский музыкальный феномен, когда страна с 300-тысячным населением, 300-тысяч населения страны, у нас, да, около 600-тысяч населения, имеет 90 музыкальных школ, и вот имеют эти 90 школ, не там, вчера они появились, они уже в течение нескольких десятилетий у них функционируют. Так вот, вторым по прибыльности, по доходности, по налогооблагательной базе бизнесом в стране после рыбного кластера является музыкальная индустрия. Музыкальные коллективы исландские, которые выступают в Исландии, которые ездят на гастроли, в турок, фестивали организованные в Исландии музыкальные, привлекают такое количество людей, которые покупают продукты музыкальной индустрии, что эта индустрия становится второй в стране. Это такие исполнители, как Бьерк, Сигурос, Газгаз, Мецафорта и там здоровенный список. Кроме всего прочего, там прекрасная индустрия сформировала целый рынок, одних только там джазовых клубов и роковых клубов, там какое-то запредельное количество, там запредельное количество фестивалей, от каких-то районных уличных, заканчивая классическими европейскими мероприятиями. И вот вполне вменяемый результат. Ну, у нас, для примера, по-моему, 6 или 7 музыкальных школ, поэтому нам еще... Так, если бы было 180, то мы бы может и конкурировали. Ну, а вот 23 библиотеки, но можно сделать и 46 библиотек. Ходить туда люди будут. Как, вот какие сейчас главные стоят задачи, понятно, что привлечь население, ну, оно же не пойдет, ну, раньше не ходило, кликнуть клич, эй, давайте ходить, никто не пойдет. Что сейчас первоочередное нужно сделать? И что уже делается? Кадры? Проблема в кадрах? Проблема в чем? В фондах? Ну, вы знаете, тут вообще вот как... Оказалось, я был просто... Хотя что, я не был удивлен, я просто открыл это как данность, что, конечно, в библиотеках не работают люди случайные. То есть, вот невозможно прийти. Я себе не представляю человека, который по своей собственной воле вот пойдет и напишет заявление на работу в библиотеке. И когда я встретился с коллективом, я понял, что каждый из этих людей, он пришел туда, потому что, ну, не знаю, родился он для того, чтобы там работать. Это какая-то душевная такая, профессиональная или жизненная какое-то пристрастие, предрасположенность, чтобы работать в библиотеке. И каждый из... Там десятилетиями, там целые есть там династии сотрудников, которые работают там уже там несколько поколений, ну, второе, третье поколение уж точно, и, наверное, будет и четвертое, если все продолжит. Да, я уверен, что все будет нормально. И с кадрами-то как раз проблем нет. Проблема в том, что за вот последние там пару десятилетий сотрудники и сами библиотеки отвыкли и привыкли к абсолютному невниманию к библиотекам как к большому, к серьезному культурному кластеру, способному иметь и определенный вес на неком культурном рынке. Ну, как, ну, это такая макро, да, такая экономика. То есть, если воспринимать как экономическую модель, все равно есть конкуренция, какой продукт лучше, какой хуже, откуда, где больше аудитории, где меньше. И от того, что к библиотекам как раз все и стали относиться. А, типа, вот избавиться от них нельзя, но вот и сильно мы в них не будем вникать. Вот живут в своей жизни и пусть живут. И так оно на самом деле и было, потому что всегда спускались какие-то, ну, я могу сказать так, что до сих пор учреждения культуры, они живут в системе плановой экономики. Есть плановая, непонятно кем, как там. Ну, то есть, я допускаю, что есть какая-то формула, по которой рассчитывается план, но вот он спускается, что мы якобы должны обслужить такое количество читателей, ну, и мы якобы их обслуживаем всеми возможными способами. Уже много лет мы обслуживаем 81 с половиной тысячу читателей из 590 тысячного населения города Владимир. А на самом деле? Понимаете, вот здесь очень сложно опровергнуть эти данные, не имея фактической информации. А фактическую информацию мы сможем получить только после того, как библиотеки перейдут на автоматизированную систему учета читателей. Электронный билет, да? Совершенно верно, да. Когда человек, взяв книгу, он будет автоматически учтен, потому что книга пройдется через штрих-код сканером, и, соответственно, мы сможем видеть полную статистику. Это происходит, когда на каком этапе? В двух библиотеках она уже работает, в третьем на подходе, надеюсь, вот четвертая библиотека, которая уже отремонтирована, и мы ждем уже вот там самого элементарного уже который месяц стеллажей и мебели в нее. И по программе автоматизации есть надежда, что мы до конца года больше половины переведем. Но к концу года мы будем иметь полную статистику, как она происходит по факту. У меня есть предположение, что по факту мы имеем дело, ну, наверное, с половиной от планового количества. Но тут надо понимать, что эта плановая экономика, она еще и позволяет совершенно четко манипулировать статистикой, потому что есть книговыдача, есть человека посещение, есть, ну, собственно, читальный зал, куда человек может прийти и, в общем-то, не брав книгу, да, ну, присутствовать. Поэтому, если все это суммировать, то, честно, теоретически, конечно, можно натягивать на эту 81 тысяча, но это же, ну, ты обманываешь сам себя, да, я вот четко уверен, что мы увесили эту одну тысячу при тех возможных там изменениях, которые мы планируем, мы спокойно их вытащим, потому что в настоящий момент Владивостокские библиотеки, в каком бы они состоянии ни были, она дать должное, что вот при прежнем руководителе, при Ольге Борисовне Забелиной, библиотеки действительно получили серьезный стимул, серьезный толчок к развитию, несколько библиотек было прям, ну, очень хорошо отремонтировано, и эта программа автоматизации начала уже в каких-то зачатках работать, ну, появились какие-то первые там транши на развитие этой системы, начался толчок, но в целом 60% процентов библиотек находятся в плачевном состоянии. Есть библиотеки, где там грибок, плесень, все это, естественная там, среда обитания, все это удовольствие. Что-то такого увлажнитель наши библиотеки вообще не знают. И на вопрос, ну, на просьбу, что он нам нужен, мы говорим, зачем? Что он делает? Он же даже не кондиционер. То есть, там есть проблемы, ну, с кучей там в истории, да, что вот книги мы списать не можем, хотя, но книга живет по, ну, например, в Южной Корее библиотеки стараются менять фонды книжные каждые там три года. И не потому, что они там как-то устаревают, там иногда списывают совершенно новые книги. Дело в том, что, ну, полиграфическая продукция, дизайнерская продукция, она на месте не стоит. Каждый год выходят там, вот такие пачки новых шрифтов. И они не просто красоты душевной кто-то там дизайнер сочиняет, они же, это же целая наука. Появляются шрифты, которые удобны для людей, у которых ослабленное зрение. И книги точно так же выпускаются. Ведь, если вспомнить, раньше у нас были книги, все написаны одним шрифтом. А сейчас можно выбрать совершенно любым. Здесь, если возвращаться к статистике, я могу сказать так, что библиотеки, при всей вот этой всей своей ситуации, мы, наверное, на 100% сейчас отрабатываем аудиторию возрастную, то есть все граждане отрожая. Это в настоящий момент такая целевая, да? Это совершенно верно. Это у пенсионного и вот уже такого возрастного характера, то есть аудитории, и дети до тинейджерского возраста, они все являются нашими клиентами. И я думаю, что, если не на 100%, то на 90% мы однозначно с ними, со всеми работаем. Это вот вообще без вариантов. Дело в том, что альтернатив просто нам не так много. Да, конечно, с детской аудитории начинаются небольшие проблемы, потому что, например, учреждения образования развиваются значительно быстрее, к ним все-таки повышенное внимание и в классах, в школах появляются прекрасно оборудованные классы, замечательные библиотеки. В некоторых случаях мы, опять же, да, вот уже ощущаем прямую конкуренцию, когда на наше мероприятие учителя просто говорят, давайте лучше вы к нам, у вас тут и присесть-то нигде, а у нас, ну, что тут скажешь. Тем не менее, соответственно, для нас, как задача, на ближайшие несколько лет это получить аудиторию так называемого креативного класса, 18-40 лет это вот то, кого просто нет у нас и ходить они пока к нам не будут до той поры, пока вот не произойдут реформы, не произойдут изменения, вот именно в большей степени направленные на них. а вот что за изменения должны произойти, я не знаю. Да, тоже не угонишься за меняющимися предпочтениями публики креативные. просто надо их привезти в библиотеку и отдать им, пускай они делают из нее что хотят. Можно таким образом пойти, я уверен, что произойдет прекрасный эти слова крамольными могут, вы что же, многие до сих пор библиотека это же нечто это не так уже, но вот это уже совершенно не так и московская библиотечная система они проводили исследования перед тем как вот свои реформы там даже проходит библиотечная реформа там несколько библиотек отремонтировано и я в нескольких из них был с точки зрения там реформа ну в обеих то есть там сейчас третья сдается вот первая библиотека Достоевская библиотека проспект я уже посмотрел с точки зрения ремонта ну ничего такого чего бы я там не увидел то есть они действительно просто хорошие удобные пространства комфортные максимум свободного пространства стеллажи убраны к стенам то есть пространство рабочее ковокинг пространство и дискуссионные площадки совершенно спокойно работаются и достаточно такая демократичная история когда я зашел в библиотеку Достоевского там между стеллажей сидела и заседала группа марксистских активистов гружок марксистов что-то там какой-то том Ленина обсуждали ну это было да так прямо ничего себе вот и крамола это не крамола мы вынуждены будем это сделать потому что иначе библиотеки просто умрут то есть нужно понимать что через несколько лет на пенсию начнут выходить люди которые прекрасно знают что такое Депешмот Пинк Флойд и Лед Зеппелен эти люди прекрасно ориентируются что такое Google Википедия и любые файлообменники ну чему им идти в библиотеки если мы сейчас с ними не договоримся не начнем сотрудничать то как бы это вот жестоко не было но возрастная аудитория она же не вечная она же уходит да и когда она уйдет на ее место просто никто не придет а дети с которыми мы сейчас там возимся и насыщаем скажем так вот детская аудитория она в не меньшей степени важна как любая другая это как вот у Наоми Клайн но лого да гениальная мысль самая удачная рекламная компания знаете какая вот которая до сих пор еще никем не перебита это удачная компания это компания компании Пепсико когда она вывела слоган поколение Next Generation Next в свое время Кока-Кола занимала лидирующую долю там ну больше почти там 80% была доля и Пепси все тянулось и тянуло что-то и никак не могла догнать а Кока-Кола в это время позиционировала себя как вот семейные взрослые размеренные то есть люди уже состоявшие такие семейные американские ценности и тут выходит Пепсикола типа мы поколение Next мы вот с молодежью за играми Кока-Кола естественно во весь голос смеется хохочет с ними ха-ха-ха да что вы там получите но проходит два года и после компании то есть доля Кока-Колы сокращается почти до 60% почти до 50% а вторую половину начинает занимать Пепсикола вложив инвестировав молодежь через несколько лет они получают долю практически равную своему основному конкуренту так и нам но у нас проблема что нам нужно подготовить для детей вторую площадку потому что до той поры пока у детей это как я называю дети это ходят в библиотеки до первого планшета как только им дарят планшет все практически с ними очень сложно договариваться договариваться нужно так вот московская библиотечная система сделала исследование по которой собственно оно у нас повторилось мы сделали такие экзит-пулы с молодежью мы просто пользовались своим там рыночным маркетинговым опытом абсолютно идентично вот как ни удивительно но скорее всего потому что мы тоже город студенческий до момента появления монстра в виде ДВФУ у нас было почти там 13 вузов почему вы в библиотеку не ходите вот же вам отремонтирован у нас действительно есть там четвертая библиотека даже вот пушкинская библиотека ну шестерочка у нас действительно в очень приличном состоянии наверное портовая десяточка ну вот надо отдать должно что вот они приведены в состояние когда вот не стыдно по дизайнерски по всякому можно относиться я там Пашу Шигурову туда не приглашаю потому что но тем не менее то есть для консервативной аудитории все очень достойно даже вот Фрэнсис Ландиар мы с ним делали занятие мотивационное для заведующих для наших то есть он это во Владивостоке я там в шестерках когда зашел очень-очень ну действительно я еще раз там глубокий поклон Парли Борисовне потому что был действительно реальный толчок сейчас главное не останавливаться вот почему в библиотеке молодежь-то не ходите у нас вот и вай-фай есть в семье библиотека бесплатные там без пароля без ничего и надо будет что-то подберем для вас литературу у нас кстати нет научный специализированный литератур мы такого широкого профиля но тем не менее если надо будем добирать и собственно сейчас этим и занимаемся так вот ответ был такой слушайте я вот во Владивосток приехала от бабушек дедушек от кактусов от кошечек и от вот пышку-шайкашку я хочу вот прийти вот чтобы как вот чтобы вот рядом свои были чтобы поговорить можно было чтобы хочу я ноги свесить я бы свесила хочу на полу сесть я бы на полу села то есть вот у меня такого совершенно законное оправданное требование вот совершенно законное оправданное требование и у нас все точно так же повторилось вот как в Москве так и у нас ответы были приблизительно идентичные поэтому для того чтобы эта аудитория к нам пришла нам нужно создать для них просто такие условия а для этого мы планируем создать несколько сделать конечно изначально средства общественного мнения провести маркетинговые исследования по потребностям аудитории ну конкретных целевых аудиторий как мы видим их три ну не считая четвертую она не менее важная это вот прежде всего маломобильные то есть граждане и здесь ну а здесь что тут строительство пандусов проходов вообще инфраструктурное да и туалеты там все надо перестраивать но это можно делать даже уже в готовом проекте то есть все это делается и там и крыльцо и проходы и двери это не такие это не требует там глобальной реконструкции сейчас ни в одной библиотеки такого нет ни в одной ни в одной я вот официально заявляю ни одна из 23 библиотек не способна обслужить маломобильного то есть гражданина ни одна это всем известная информация там это более того то есть мы на самом деле буквально со следующей недели начинается некая общественная экспертиза но она инициирована то есть городской администрации здесь мы просто вот удачно прям попадаем вот когда мы просто подняли буквально на следующий день появилось распоряжение о том что будет общественная экспертиза на паспорта доступности каждой библиотеки мы в этом кровно заинтересованы там участвуют и члены наших учреждений связанные с защитой общественники от организации вот ковчег наверное да я там ковчег не увидел что зря потому что на мой взгляд они самые действенные из подобного рода организации но мы попробуем то есть продавить чтобы их пригласили ну то есть там какие-то общественники есть я пока вот не готов там сказать ну я думаю что это какие-то референтные лица но тем не менее там будут участвовать наши сотрудники и мы будем добиваться чтобы наши паспорта были объективными что мы действительно чтобы не было никаких там историй что теоретически пригодные или еще что-то мы не готовы мы не готовы и это большая проблема и это не объясняет того факта что у нас город не готов к этому но ко всему что у нас там даже если у вас библиотека будет нормальная они через весь город к вам не доберутся это все чушь и греть себя надо начинать и мы это такие же горожане как любой из нас и тут нету делений на инвалид не инвалид то есть пускай его привезут к библиотеку но дальше он будет сам спокойно обслуживаться у нас и это такая важная то есть задача мы постараемся это все сделать запрос молодой аудитории понятен требуется за пространство готовы ли те кадры которые сейчас библиотека вот этот запрос обеспечить я уверен что готовы я уверен у нас был опыт и у нас я больше да уверен что у нас сейчас и кадрово меняется немножко ситуация вот но это не значит что мы отдадим библиотеку там выгоним оттуда наших то есть там устоявшиеся кадры распределим а там будет только молодежь я наоборот сторонник того чтобы там молодежь смешивалась с нашими основными кадрами потому что никто их наших молодых не научит и не имеет такого колоссального опыта который имеют сотрудники библиотек которые там работают десятилетия да и они бы сами с удовольствием к этому отнесись я больше того скажу что вот как в московских библиотеках вот что я обращал внимание там же тоже не поменяли там да пришли в библиотеке Достоевского достаточно молодой заведующий сейчас ну очень молодой пацаненок парнишка но основные кадры вот такие же возрастные там женщины так вот у них даже прически изменились то есть они когда меняется аудитория они сами меняются они тоже начинают а что они за книги читают ну когда я прочту они открывают для себя и Чака Паланика и Хантера Томпсон да господи там ну вот хорошая актуальная литература начинают читать они понимают что такое там Пелевин да для многих там открываешь там Голубое сало читать невозможно а потом ты метель открываешь и ты понимаешь что круче чем Сорокин сейчас Пушкина никто не читает ты берешь и ты понимаешь что это метель через там почти 200 лет такая же и это фантастическая там реминесценция то есть когда ты полностью ты начинаешь понимать как вот это все происходило да очень интересно и как мы хотим сделать мы хотим сделать провести маркетинговое исследование а потом уже на основе этих выводов создать типовые проекты библиотек типовые библиотеки по которым будут как по кальке перестраиваться все библиотеки под эти 4 виды но у нас обязательно будет отдельная детская библиотека 4 виды это какие что за 4 виды больше всего в системе будет библиотек универсальных ну библиотек там широкого профиля то есть те которые будут как трансформеры у нас в обязательном порядке останется там детские библиотеки вот прямо вот детские детские которые я бы мы уже обсуждали потому что на самом деле конечно мне очень хочется чтобы над этими проектами поработали ребята из Конкрет Джангл потому что это наверное самые сейчас активные сильные интересные и обаятельные сами по себе ребята за которыми стоят классные яркие хорошие проекты и которые действительно могут сделать то что ты вообще не ожидаешь от библиотеки а именно так мы не хотим даже в корни перевернуть то есть общественное мнение о том какие должна быть библиотеки и детская библиотека должна быть не пафосная с вывеской имени там Виталия Бианки или там каких-то классических наших авторов которыми в школе и так пичкают ну как пичкают ну это обязательно школьная программа детей а это должно быть не знаю как у Тима Бертона ты смотришь на библиотеку у него окно кривое ну вот просто не квадратное вот такое вот ты заходишь а там посреди комнаты стоит стол на котором за которым сидел Гулливер ну то есть он под потолок вот такой вот мебель вот разного размера то есть ребенок должен попадать в мир персонажей и людей о которых он потом прочтет вот как вы думаете почему вот скандинавская литература вот детская считается лучшей в мире да вот Астрид Ленингрен я не знаю ты с первого раза можешь прочитать вот там Эмилес Ленинберг ну да Хутор Катхольд это прекрасная фонетическая модель для развития языка ребенка ты когда ребенка с молодец ты читаешь вот скандинавскую сложную фонетически очень сложную литературу у тебя ребенок в 4 года начинает спокойно говорить бетономешалка там не знаю престиидиджитация там он прекрасно ориентируется со своим языком вот такие вещи должны людям показывать они прекрасный писатель Пушкин замечательные детские сказки там мы читали но ведь никто же не знает что сказка золотой петушок она была написана не для детского развития а для того чтобы царя клюнуть и это считалось политической сатирой и именно за это ему впаяли там по полной есть куча других там историй которые могли бы быть для детей намного интереснее ну тоже быть интересными да есть куча проблем у детей например вот мы сейчас вводим и активно развиваем и всячески лоббируем появление это в библиотеках в наших курсах детского чтения вот как бы это банально не звучало типа что значит детское чтение ну вот о чем а например норма для учеников первого класса к концу года читать в минуту 50-60 слов и этой нормы в школах добиваются всеми возможными способами и родители пытаются своего ребенка добиться этого всеми возможными способами а это значит что ребенка ну практически заставляют читать ты должен сдать это ты иначе там не первоклассник но это приводит только к одному что ребенок то есть там во втором классе уже ненавидит литературу чтение ему вот это все это вот ну вот так именно курсы детского чтения то есть с методиками которые мы берем с федеральными а также с методиками которые там адаптируют наши заведующие как ну действительно опытные но большинство из них с профессиональным образованием либо филологическим либо профессиональным библиотекарским образованием именно вот такие курсы помогают детям полюбить литературу и читать спокойно и не вот остынуть от познания от чтения от любви к книгам детское издательство у нас великолепнейший проект вот горжусь им потому что это авторский проект самого молодого сотрудника библиотеки Маши Порваткина это вот ее я спросил у нее мечта есть она не осуществила детское издательство библиотека ну мы разве сделаем и меня как обухом говорю Маше говорю сделаем сделаем и мы уже с писателями встречались и на полиграфический комбинат эти ребята ходили да там уже вот готовы есть вот рассказы и с ребятами иллюстраторами ну будущими просто очень хочется чтобы продукт получился не стереотипно банальный когда книга оформлена типа детьми авторами участниками не должно они им оформляться профессионалами оно должно интересными актуальными оформляться если мы договоримся с ребятами стики пикс уже окончательно найдут они время смогут они нам помочь то мы получим такой продукт с которым мы на национальный рынок спокойно выйдем а у ребят на память о своем детстве останутся не школьные фотографии или какие-то поделки на уроке что там у них очумелые ручки а вот своя книжка будет на полке так она всю жизнь простоит фотография выцветит поделка затеряется при переезда а книжка всю жизнь с собой будет возить и ребенку еще сколько она проживет непонятно вот мы будем приходить к главе города Игорю Сергеевичу Пушкареву и сказать дайте нам денег издать эту книжку потому что это важный гуманитарный проект для Владивостока культурологический я считаю что самое главное для этого города важнее чем любое городское мероприятие что если мы такие книжки будем издавать через пару лет у нас будет самая лучшая в мире еще и литературная сцена она уже прекрасная я вот наш сотрудник Оля Арестова которая мало того что прекрасный детский сказочник и поэтесса и вообще человек безумно увлеченный литературой всеми правдами и неправдами мы взяли ее в нашу систему это вот как раз к тому случаю мы когда первый раз пришли вот первая библиотека Лилия Федоровна там заведующая а когда я прям видел такой прям это вот на этих она Оля-то у нас девчонка такая эпатажная слегка челка рыжая выстриженная то татуха то какая-нибудь одежда экстравагантная яркая безумная понятно что такое а сейчас а сейчас в библиотеке номер один Оля будет тоже встречаться с читателями и общаться на тему современной литературы именно вот библиотека номер один будет библиотекой где проходить будет библия ночи 25 апреля по-моему 25 мы насытим вот этот участок города всеми возможными литературными активностями так что приходите продолжим универсальные библиотеки детские демагогия универсальные детские обязательно должна появиться отдельно библиотека конечно для креативного класса вот она это должна быть где-то вот центральная часть города но в общем не знаю сколько их появится то есть но пока вот это одна потому что на самом деле большинство наших библиотек они как раз вот такие районного характера и там как раз универсальный формат вот самое то вот самый наиболее подходящий и самый нужный и по размеру они как раз такие что там ничего такого глобального не построишь и четвертый формат это вот на базе центральной нашей библиотеки вот основного нашего методического для всей сети центра мы хотим создать диджитал цифровую такую электронную библиотеку и практически полностью отказаться от аналоговых носителей но первый такой проект как я понимаю был на площади реализован ну скажем так ну и такую но дело в том что мы бы хотели чтобы там все носители были именно электронными планшеты тачскрины максимум компьютеров и в общем-то это было бы основным нашим методическим центром по самовостребованной сейчас услуге как-то ни странно почти на год вперед у нас очередь на курсы компьютерной грамотности то есть мы сейчас принять вообще никого не можем чтобы завтра обучить у нас ближайшие через несколько месяцев свободные рабочие места освобождаются но это среди взрослого такого возрастного это конечно возрастное да аудитория то есть и это безумно востребованная история потому что и сайт госуслуги и электронная коммерция и самые элементарные программы прикладные типа электронной почты скайпа и прочее прочее это все что ну очевидная необходимость современной жизни но вот благодаря сотрудничеству с молодежным ресурсным центром мы пополнили кадры наших преподавателей и консультантов целой плеядой молодых ребят волонтеров то есть мы сейчас на несколько месяцев сразу же сдвинем эти курсы потому что ну практически переходим в такой потоковый характер каждые два часа у нас будут курсы думаю что мы очередь сократим буквально на несколько месяцев то есть я думаю что вот уже в конце марта мы откроем заново записи и поэтому обязательно всем об этом скажем вот там еще в электронной библиотеке мы планируем создать такой фонд и всех компьютерных программ когда-либо вышедших чтобы захотел человек не знаю в первом короле поработать мы его будем иметь там вся плеяда фотошопа и медиатека потому что очень нам хочется сохранить вот все записи владивостокских музыкальных групп каких-то вот таких вот визуальных ивентов да то есть вот все это мы бы хотели оставить захотел человек послушать первую кассету там туман медиа библиотека да естественно понятно что все оцифрованные наши фонды они тоже там будут но и опять же это будет основной базой для нашего электронного абонемента потому что наверное к маю но договор сейчас на согласовании но мы введем наш электронный абонемент с нашими в данном случае партнерами с библиотеками литрес возможно заключим еще с бибкомом когда читатель нашей библиотеки по номеру своего читательского билета сможет спокойно пользоваться электронными книгами из библиотеки литрес скачивая себе для прочтения ну и продляя ее если там закончится время подписки абсолютно бесплатно вот 7 вопросов есть такой блиц но поподробнее желательно это из интернета вопросы тут где-то писали что все печатные издания СМИ на грани банкротства а наша библиотечная система уходит в цифру и если да то по какому принципу будет сохраняться в ней текущая городская периодика спасибо мы постараемся в этом году всю периодику полностью от нее отказаться и перевести исключительно в разряд электронной подписки когда придя в библиотеку ты можешь все это взять посмотреть либо на компьютере либо на планшете либо воспользоваться бесплатным Wi-Fi который есть у нас потому что ну это совершеннейшая правда там электронная ну аналоговая пресса это уже анахронизм выживает только издания которые субсидируются или поддерживаются из государственного кармана ну а что их там читать если они в интернете день в день также выходят у них есть электронная подписка ну основные интересные рейтинговые издания они действительно в интернете да это удобнее потому что ты можешь увеличить текст и посмотреть виджеты которые обычно прикладываются и с другой стороны мы люди живущие уже в 21 веке обязаны заботиться об какой-то экологической составляющей столько бумаги сколько потребляют библиотеки создавая и себе и людям проблемы опять же и со списанием и с утилизацией ну к чему ну это действительно так что касается аналоговой книги то отказываться мы от нее конечно же там не будем потому что тенденция такова что спрос на нее в любом случае он будет оставаться по крайней мере возрастная аудитория ну она не готова еще читать с электронного носителя и уже только ради нее мы обязаны сохранять какую-то часть фондов ну а что касается электронного абонемента ну я еще раз говорю то есть с мая вот кому удобнее пользоваться цифровыми носителями всегда пожалуйста мы рады они уже будут у нас в качестве услуги раньше говорили что лучше подарок эта книга когда в последний раз получали такой подарок или дарили я дарю всегда книги вот это вот моя вот лучший сувенир из Владивостока это книги издательства рубеж одного из лучших издательств сейчас ну а если говорить про региональные так это номер один издательства во всей стране потому что это лучший сувенир из Владивостока. Заодно только или Анору Прэй, или Матвеева, или Нынуни, то есть вот я низкий поклон, могу на колени встать, то есть это вот я раздарил их, я скажу так, как вот мы как по коммерческому, да, вот бизнесу и по, ну, какая там коммерция, то есть, хотя ты, конечно, я понимаю, против, компания BSA, которая является партнером по организации фестиваля Верокс, и мы также являемся представителями группы «Умин Тролль». По просьбе Ильи Игоревича Логутенко мы скупаем практически каждый экземпляр вот от рубежа, потому что читают там запоем, и точно так же они там, я думаю, что отдельную кассу делает группа «Умин Тролль», вывозя там баснословное количество экземпляров именно этого издательства, вот с собой и раздаривая, и вся семья Ильи Игоревича, и Лена Борисовна там активно, мама Ильи читает, то есть, лучший подарок из Владивостока — это книги, которые издаются в Владивостоке. Факт стопроцентный, лучше не буду говорить, что. Насколько за последние 3-5 лет сократилось количество постоянных читателей библиотек Владивостока? Считаете ли вы причиной этого переход на электронные книги? Или, может, читать стало немодно? Так как мы до последнего момента общались с исключительно стабильной аудиторией, то я могу практически с максимальной уверенностью сказать, что последние несколько лет аудитория не убавилась, не увеличилась. Она стабильна в стагнационном периоде, потому что мы как раз имеем дело и отрабатываем аудиторию, которая абсолютно стабильна в своих привычках, и, к сожалению, не имеем дела с той самой нестабильной аудиторией, с креативной. Но я думаю, что при начале работы с ними мы только увеличим свою аудиторию. Кто решает, какие книги закупать, а какие нет, к мнению читателей прислушиваетесь? До последнего момента, ну, по крайней мере, до того момента, когда мы пришли, я пришел, вот несколько человек из моей команды, с которой мы сотрудничаем, потому что, ну, однозначно у нас там появился специалисты в IT, в автоматизированных процессах, потому что без них сейчас современным библиотекам невозможная компьютеризация библиотек и единое сетевое решение для нас вот так вот необходимо, без него просто бессмысленно. В общем, мы ни статистику не снимем, ни вот элементарно читательский интерес, потому что сейчас, например, невозможно сказать, какая книга самая популярная в библиотеках. Ну, просто никто эту статистику не ведет. Ну, а если бы мы были в едино-автоматизированной системе, это решалось бы, там, двумя пальцами. До настоящего момента у нас есть отдел комплектования фондов, и там есть заведующая Валентина Викторовна Винокурова, которая максимально профессиональная в этой области. Понятно, что она ориентировалась на основные книжные премии, на обзоры прессы, на какую-то там рецензию и периодику, связанную с этими изданиями. Но, скажем так, прямого общения с читателями, конечно, не было, да и по большому счету и так было понятно, что возрастная аудитория собирает журналы про вязание и такую низкопробную литературу, там, любовно-детективного характера. Ну, а для детей выписывали все подряд, все, что есть. С начала этого года мы ввели такую процедуру, такую систему, как систему кураторства по направлениям. Например, детскую литературу куратором по этому направлению свой список уже сдала Нина Добрынченко Матусевич, прекрасная мама, замечательный такой женский активист, и плюс ко всему она действительно человек, который очень много знает о детях и об их развитии. Это чудесный список, к счастью, у нас половина книг была уже в фондах, но, тем не менее, это был лишний повод их заявить, что они у нас есть. По книге по архитектуре и дизайну у нас подбирает, подобрал на первый квартал Паша Шугуров, ну, в общем, личность медийная, было бы глупо не воспользоваться таким ресурсом. Мы вводим такую литературу, как бизнес и литература личностного роста, литература по маркетингу, и этот список нам готовит, там, Виктория Ворожбит, руководители, совладелец, да, по-моему, да, консалтингового центра, партнер, ну, наверное, сильнейшего на сегодняшний момент центра в области бизнес-тренингов. По художественной литературе у нас также, да, готовится несколько списков, о них я пока не скажу, как только вот заявится, да, для всех будет. Вот эти, кураторы этих направлений, это, ну, такой вот, пока мой выбор, но мы будем делать некие общественные по этому поводу, если не голосование, то, по крайней мере, выслушивать советы, кого, чей список хотели бы горожане увидеть, с каким ознакомиться. Каждые, там, 50-100 книг мы будем в порядке покупать. Но те же книги издательства Рубеж есть всегда, они практически все есть в наших, там, фондах и в большинстве библиотек, и для того, чтобы их читали, нужна еще определенная работа проведена. Это работа и со средствами массовой информации, и, ну, с читателями, то есть в каком-то виде она и сейчас происходит, да, но есть у нас там несколько планов, даже задумок, по которым нам бы хотелось, чтобы эти книги получили там большую известность. Вот одна из них, это появление в системе Владивостока 25-й библиотеки. 25-й библиотеки, это библиотека такого венчурного, фантомного характера, это еще один проект, это пятый проект библиотеки, это библиотеки, которые мы очень хотим, и мы, я уверен, что мы сможем защитить перед профильным управлением, перед, в крайнем случае, перед главой лично, библиотека, которая будет полностью о Владивостоке, и полностью включать только владивостокских авторов. Библиотека, которая будет появляться в летний период на пляже Владивостока, в сквере рядом с твоим любимым Нептуном, будет она стоять в течение месяца. Библиотека, которая может, она и случайно 25-я, как регион 25-я, может вот оказаться в центре Москвы, в центре Хабаровска, где каждый зашедший может в электронном, в аналоговом формате ознакомиться с литературой о Владивостоке, с литературой Владивостока, с писателями Владивостока, с детской, со взрослой, с критикой из Владивостока, с прекрасной периодикой из Владивостока. Например, ну, я уверен, что необходимо городу издавать томик стихов Митьки Изуты. Например, для меня Митя, это не певец, не музыкант, это прекраснейший, абсолютно безалаберный и вот такой, какой он должен быть, поэт, поэт. Это наш Артур Рымбой, если хотите, наш Есенин. Я уверен, что нужно издавать новеллы и короткие рассказы Сережи Сима, потому что это наш Довлатов, вот вообще один в один. Совершеннейший абсурдный, маловнятный, человек совершенно удивительной судьбы, человек, у которого в паспорте написано «кореец», самый русский человек в этом городе, эмигрировавший в Канаду и пишущий о Владивостоке, о России, так, как не пишет никто в этой стране. Я уверен, что такие книги надо издавать, я уверен, что если мы не можем издать их в аналоговом варианте, мы сделаем, как вот на площади, сделаем электронную книжную полку. А с учетом современных технологий, когда все это может появиться вот в таком вот гаджете, ну, поверьте, это намного сейчас удобнее и мир уже другой. Про как раз следующий вопрос. Как вам пришла идея, считаете ли этот проект успешный по поводу библиотеки на площади, да, и есть ли статистика посещения? Я сразу скажу, то есть эта библиотека за 10 дней работы выдала книжек больше, чем одна, ну, у нас есть система библиотеки, которая за год выдает меньше, чем выдала эта библиотека книг за 10 дней работы. Она выдала больше двух тысяч книг, там почти две с половиной по последней статистике. Второго числа мы ее разобрали, ну, потому что она работала, потому что она работает, потому что книга имеет такой же вид, такой же корешок, такое же оформление. Ну, там действительно прекрасный автор. Я больше скажу, литературная сцена во Владивостоке сегодня, наверное, самая актуальная, самая развитая, самая распространенная и безумно популярная. Я просто видел и глаза, и людей, которые приходят послушать Владивостокских авторов, и я вам всем советую сходить на поэтические ринги, которые организовывает Оля Арестова, где бы она их не организовывала, это, ну, это прям вот результат. Ну, фору даст любое вечеринке в Би-СБи-мероприятие, ну, клянусь, без алкоголя, без сигарет, без ничего, чудесная, конечно, история. Поэтому, то есть, конечно, да, потенциал у таких проектов баснословный, и он очень простой в реализации. А уверенность в том, что все получится задуманное, есть? Ну, если не уволят, то есть. Одно же, понимаете, тут очень важно, я ничего в этой ситуации не решу. Вот я, как сказать, я могу как горожанин, как, это ж, ну, позиция моя не потому, что я хочу там на библиотеках нажиться или денег заработать. Я, вот по-честному могу сказать, я вообще прекрасен и рад, вообще безумно доволен своей работой по банальной причине. И всем, вот, кстати, сотрудникам сказал, вот на законных основаниях эта работа совершенно чудесная, потому что вы на работу можете с ребенком приходить. У вас теперь нет проблемы, где его оставить. Вы пришли, да, в читальный зал, вот он там и домашнюю работу сделал, и почитал, и в нужной атмосфере побывал. А если там еще какое-то событие или детские курсы происходят, ну, вот тебе вся продленка. То есть, ты отдал библиотеку, в библиотеку ребенка сотруднику, который с ним будет заниматься, который будет с ним вести курсы. Именно поэтому мы, вот, творческие, мастерские курсы стараемся делать по выходным, либо вот сейчас продляем работу, библиотек, кстати, работаем мы теперь до 19 часов. До 6. Мы будем стараться продлевать, может, на летний период некоторые такие наиболее проектные библиотеки до 20 часов, потому что, ну, конечно, люди идут с работы, то есть, ну, 6 часов, то есть, они явно не зайдут. Вот, в выходные дни или в будние дни приводите детей в библиотеке, оставьте себе 2 часа на шопинг, не водите их в развлекательный центр, потому что это безумие. И в библиотеке сейчас нет ни одного журнала имени Волта Диснея, потому что это конкретная коммерция, ни к чему, кроме как вот к походам в кино и покупкам персонажей это не ведет. То есть, вот, детские книги. Астрид Клингер. Ну, вот на имя Астрид Клингерна, я думаю, мы и закончим, не самое плохое имя, прямо уж скажу. Нобелевский лауреат, что это, что там плохого? У нас в гостях был Сергей Соловьев, исполняющий обязанности директора библиотечной системы города Владивосток. Спасибо большое. Спасибо. Приходите в библиотеки, будем следить, будет что интересное, приходите рассказывать. Мы есть в фейсбуке. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин